Зимнее увлечение едва не обернулось в трагедии. Сотрудники МЧС вытащили из воды рыбака, провалившегося под лед. Пожилой мужчина с сильным переохлаждением был доставлен в больницу. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и встретилась с теми, кто принимал участие в спасении рыбака. Была дымка, еще метров буквально 10, и мы бы его не увидели. Инцидент произошел в СНТ «Уралец». В 80 метрах от берега под лед провалился 72-летний рыбак. Мужчине просто повезло, что садоводы услышали крики о помощи и позвонили в службу спасения. Здесь хотелось бы, конечно, отметить действие данной жительницы садов. Поступила очень грамотно, сообщила сразу же о происшествии пожарно-спасательную службу. Ну и производила встречи прибывающих подразделений, потому что сами видите, какие тут проезды. Она конкретно показала, как лучше подъехать, как лучше подойти. За считанные минуты на место происшествия прибыли пожарные, спасатели, медики. Сотрудник 24-й пожарно-спасательной части Евгений Пономаренко в числе тех, кто первым оказался у водоема и принимал участие в спасении рыбака. Говорит, этот случай он запомнит на всю жизнь, ведь ему впервые пришлось ползти по тонкому льду и вытаскивать из воды человека. Он находился на поверхности воды, голова была у него запрокинута на лед и руки раскинуты по сторонам. Но он находился в сознании. Когда я с ним зрительный контакт наладил, мужчина обратил на меня внимание, сказать ничего не мог. Я при помощи спасательной, при помощи пожарной лестницы максимально близко постарался приблизиться к нему, потому что мужчина уже начинал, скажем, уходить потихоньку под воду. Я схватил его за рукав и максимально близко подтянул его к себе. С помощью надувной лодки, спасательных жилетов и веревок пожарные вытянули пострадавшего из воды. Вместе со спасателями транспортировали мужчину на берег и передали его медикам. Мужчину с признаками сильного переохлаждения доставили в реанимацию первой городской больницы. Хотелось бы обратиться все-таки к гражданам города, все-таки повременить с зимней рыбалкой, дождаться устойчивых морозов, установления льда, ну и чтобы уже безопасно сидеть и рыбачить на наших водоемах. Выходить на лед безопасно, когда его толщина будет не менее 10 сантиметров, говорят сотрудники МЧС. Об этом и других правилах безопасности они напоминают в ходе проведения профилактической акции «Тонкий лед», которая в настоящее время проходит на территории Челябинской области. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.